Уже сейчас в России не хватает одного миллиона программистов по всем направлениям информационных технологий. Это значит, что в сфере IT всегда можно будет заработать хорошие деньги, и спрос на этих специалистов будет только расти. И если раньше для успеха было достаточно учить английский, то теперь неплохо бы по окончанию школы знать и какой-нибудь язык программирования. А для того, чтобы познакомить подростков с новыми технологиями, в образовательных учреждениях области пройдут уроки цифры. Цель этих уроков – сделать уроки информатики для детей в развлекательной форме, занимательными и интересными, но при этом доносить для них основные тренды в IT-технологиях сегодняшнего дня. В этом месяце трек «Искусственный интеллект в музыке» и «Музыка в искусственном интеллекте информационных технологий». Этот модуль подготовил Яндекс. Специалисты рассказали детям, как работают современные музыкальные сервисы, как алгоритмы рекомендуют нам песни в приложениях и может ли компьютер понимать музыку. И, конечно, самый главный вопрос – способен ли искусственный интеллект сочинять музыку? Он может написать музыку, но все-таки помощь человека должна присутствовать. Пока что это все технологии будущего. Но учиться кодить школьники могут уже сейчас. Например, в Новгородской области запущен пилотный проект по программированию для школьников старше 14 лет. Обучают бесплатно. О наборе в проект в 2022 году можно подробнее узнать в Министерстве цифрового развития региона. Я хотела бы поблагодарить губернатора Новгородской области за то, что он уделяет большое внимание информационным технологиям. Большие надежды мы возлагаем на новую, еще строящуюся новгородскую техническую школу. Мы надеемся, что эта школа поможет нашим детям идти в ногу со временем. Образовательный проект «Уроки цифры» продлится до конца учебного года. Школьникам обещают рассказать, как устроен квантовый компьютер и объяснят, как быстро разрабатывать приложения. Анна Вихрова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.